Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем нашу очередную передачу «Времена событий и люди». Как я уже говорил, наша с вами творческая инициатива рассмотреть основные позиции, основные моменты и основные ценности и смыслы восточно-исламской цивилизации встречена на ура. В принципе, мы попали с вами в точку. Люди давно ждут объективного, а не осквернительного изображения именно исламской действительности, которая отмечается сегодня в нашей стране и в других государствах, граничащих с нами. Перестать, в общем-то, богохульствовать, перестать обзывать кого-то всякими словами плохими и нехорошими. А действительно, поговорить о тех достоинствах, о тех, как говорится, возможностях, которые даются цивилизационным, если так можно сказать, ареалам очень большой массы людей к конкретным религиозным символам и догмам веры, Это как раз та задача, которую всегда ставил перед собой первый общеобразовательный телевизионный канал, и которую мы, как мне представляется, с вашей, безусловно, помощью, худо-бедно, ну, лучше бы, так сказать, может, я неправильно выразился, не худо-бедно, а нормально, с моей точки зрения, и с вашей, это подтверждается вашими оценками наших передач, осуществляем. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете нас в этом, так сказать, просветительском начинании. Мы с вами будем продолжать сотрудничать и дальше. Вот. Ну и очень много людей просят рассказать об основных, если так можно сказать, принципах и догматах верования, которые, собственно говоря, и породили ислам как мировую религию. Ну а вот научный подход, научно-образовательный методический подход или подходы, нами сформулированы вот тремя авторами вот в этом учебном пособии. Оно издано в Московском государственном университете, издано в 2013 году, одобрено учебно-методическим объединением, как по классическому университетскому образованию. И рекомендовано для всех, кто изучает социологию по специальности 040200, мы, я должен сказать, посвятили восточно-исламской цивилизации здесь целый раздел, который включает пять тем, рассматривающих восточно-исламскую цивилизацию со всех сторон ее жизнедеятельности. И даже поставили такой, несколько, может быть, немножко такой провокационный элемент, значит, погубит ли Россию или грозит ли России тюркская ига. В частности, вот мы попытались рассмотреть вопрос с национализмом в Татарстане, Башкортостане и так далее. Я не хочу сказать, что он там цветет и пахнет, этот национализм. Я хочу сказать, что имеется, так же, как, скажем, русский национализм на Великой Русской равнине. И это, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что народы живут и развиваются, народы гордятся своей историей, народы пытаются постичь, изучить свою веру, свою, так сказать, предназначенность в этом мире. Что же в этом плохого? Если происходят перегибы, будем эти перегибы выправлять. Главное, чтобы не убивали. Вот против чего я всегда восставал и буду восставать. Нельзя мордобоем, нельзя физическим насилием, нельзя лишением жизни человека доказать свое, как говорится, даже не превосходство, а просто доказать свое право на существование, как это делается на юго-востоке Украины, где украинцы убивают украинцев, русские воюют с русскими. Это очень нехорошо. Это свидетельствует о деградации тех элементов, которые инициируют подобного рода действия. Вот я бы хотел, чтобы мы с вами разбирались гуманными, научными методами. И сегодня предлагаю вам поговорить именно о священной книге ислама Коране. Сразу же прошу извинить меня, уважаемые приверженцы исламской религии. Если я где-то что-то там, может быть, не так скажу, не обижайтесь. Дело в том, что я же не мула. Я все-таки могу вам сказать со всей определенностью, придерживаюсь православной веры. Меня крестили, бабушка, так сказать, и я горжусь тем, что я православный, этнически русский. Вот. Поэтому, конечно, возможно, некоторые моменты, которые, может быть, не совсем так я преподнесу. Поэтому поправите меня в ваших, так сказать, вы внимательно и придирчиво следите за мной, за что я вам очень-очень признателен. Так и надо, так и надо. Вот. И помогаете мне своими колкими замечаниями. Спасибо. Забыл. Кроме вот этого учебника, мы еще написали «Восточно-исламская цивилизация». Вот такую популярную брошюру. Она, как горячие пирожки, расходится по Государственной Думе и в окрестностях учебных образований, по крайней мере, города Москвы. Итак, в окончательном виде ислам был сформулирован в VII веке в проповедях пророка Мухаммеда. Согласно хадисам пророка Мухаммеда ко всем народам отправлялись 124 тысячи пророков и посланников, которые вели их по монотеистическому пути. Но со временем люди отходили в сторону заблуждений. Вот. А некоторые стали искажать веру, внося в священное писание собственные взгляды. Грешен человек. Это признает и ислам. В череде всех пророков, посланных на землю, Мухаммед считается последним. После него не будет других пророков. Вот такой догматный подход, и он, наверное, правильный. Коран является прямым, вечным и несотворенным Словом Божьим. Неспослан Богом на седьмое небо. Ангел Джабраил передавал его по частям пророку Мухаммеду путем откровения в течение 23 лет. Серьезное, как видите, мероприятие. Слово Коран происходит от арабского «кира» – чтение вслух наизусть. Кто сегодня у нас в семьях читает вслух? А зря. Моя бабушка, моя мама, мой дед читали мне такие книжки в детстве. Я до сих пор хожу под их впечатлением. Это каштанка чеховская. Не могу описать, какой. Телевизор не сравнится с этим чтением. Сегодня не читают. Вот моей внучке не читают. Я каюсь, друзья мои, что так вот веду себя. Неправильно это. Надо детям читать. Надо приучать их к Слову Божьему. Надо приучать их просто к Слову Человечьему. Писанное Слово – это великая сила. Как говорится в Евангелии от Иоанна, вначале было Слово, и это Слово – Бог. Также записано и в Коране. В Коране подчеркивается, почему ислам – мировая религия. Что Коран не спослан Богом и Аллахом не только арабам, но всему человечеству. То есть, ислам – это общечеловеческая религия. Почему? Символ веры к этому обязывает ислам. Пять столпов ислама, я их назову. Многие со мной не согласны, дополняют там еще что-то. Но вот без этих пяти символов обойтись нельзя. Это первое – шахада. Ударение ставьте сами, я, может быть, не там ставлю. Это соблюдение строжайшего единобожья – таухид. Аллах Акбар, как начинает Муэдзин свою проповедь и призыв, так сказать, мусульман молиться. Следующее, вот как раз намаз – это совершение ежедневной пятикрантой молитвы, салята. Третье входит в символ веры – закят. Материальное пожертвование, то есть благотворительность, разновидность поклонения Аллаху посредством расходования имущества. Четвертое – сауб, тюркская уроза, соблюдение поста в месяц Рамадан. И пятое – непременная обязанность каждого правомирного мусульмана – хадж. Это священное паломничество в Мекку. Вот такие пять символов, которые определяют веру мусульманинам, определяют догматику ислама. Конечно, по каждой из этих позиций существует масса книг, масса литературы, масса толкований. Собственно говоря, по ним и происходит межевание сунитское, шиитское, ваххабитское, суфитское и так далее. Но все они в той или иной степени, вот эти пять позиций, безусловно, так сказать, воспринимают без всякого, как говорится, изменения. Шариат. Шариат встречается во многих аятах Корана. Слово «шариат» дословно означает «прямой или правильный путь». В конфессиональном значении термин весьма многозначный и трактуется как минимум в четырех определениях. Первое – это свод божественных повелений и запретов. Второе – божественный закон, основанный на аятах Корана и Сунны. Третье – религиозные предписания, относящиеся к практической деятельности мусульман. И четвертое – религия в целом. Но по жизни, как правило, имеет значение, используется чем-то вроде регламента поведения мусульманина, реже мусульманского права. Об этом свидетельствуют и источники шариата. Ими являются Коран, Сунна – это высказывание и действия пророка Мухаммеда, Иджма – это ненадушное мнение исламских авторитетов, Кияс – суждение по аналогии или в европейском смысле прецедент, Иджитихад – богословское решение вопроса. Ну, в принципе, тот набор, который присутствует и в двух других мировых, так сказать, религиях, в разной степени значимости, в разной последовательности, в разной иерархичности – в христианстве и буддизме. Наконец, третья позиция, которая характеризует ислам как мировую религию – мечеть. Употребляется в трех смыслах, так же, как и Церковь Христова. Первая – в буквальном смысле, как архитектурное сооружение для совершения коллективной молитвы и других видов поклонения в исламе. При единстве функциональных элементов планировка и декорация мечети отражают национальные традиции. Я восхищен, когда был в Самарканде и любовался мечетями Тамерлана. Это бесподобное, так сказать, зрелище. Я был там во времена советского времени, в 91-м году, и был страшно огорчен, когда мы видели, как израсы и плитки отпадают, так сказать. Когда мы зашли туда, во внутренний дворик, там безобразие, понимаете. Вот это вот в какой-то степени, в плохом смысле, роднит нас с мусульманским, как говорится. Мы не столь, может быть, иногда бываем почтительны к нашим религиозным наследиям. Вот это надо изживать из себя, вытравлять каленым железом. Когда я вижу разрушенные храмы, у меня сердце останавливается. Понимаете, нельзя так. К сожалению, это допускается, это и есть. Когда мы ходили вот в Самарканде по этому кладбищу и смотрели, как эти могилы, некоторые, так сказать, приходят в запустение, это ужасно. Ужасно. Вот этого делать нельзя. Второе. Как место собрания народа для принятия общих решений и как учебный центр. В Бухаре особенно я наблюдал и порадовался за наших мусульманских, так сказать, братьев. Порадовался. Детьки сидят. Изумительно. Хорошо. Многие говорят, что это вчерашний день образования. Да нет, это не вчерашний день. Талмудистика. Может быть, так сказать. Вот. Зазубривание. Согласен. Но вы знаете, если вы не приобретете вкус к работе с текстом, а божественный текст – это просто гениально. Вы никогда не научитесь ни в науке, ни в жизни. И третье. Исламское духовенство – понятие весьма условное. Им обычно обозначаются лица, выполняющие в исламе функции организации религиозных служб, молитв, намаза, разработки догматов и религиозно-правовых доктрин. Этих лиц называют людьми религии. К ним, как правило, относятся мула, аятала, муфти, имам, суфи и дервиш. На разных стадиях, на ранних стадиях ислама относился халиф. Вот. И сейчас некоторые пытаются, вот говорят, мы создадим халифат. Ну, хотеть не вредно, как говорится. В политическом смысле понятие мечеть может использоваться как собирательный институт ислама, как субъект мировой политики, выступающий от имени всех мусульманских верующих. Аналогично, скажем, понятию «костел» в католической Польше. Вот. Или синагога в иудейской скрытой цивилизации. Или, скажем, православный храм в нашей православной цивилизации. Исламские течения. Ни одна религия, коллеги, не является монолитной, к сожалению, для нее. В каждой есть свои течения, ответвления, направления. Они могут иметь разные названия, разное число сторонников, разные цели. Ислам в этом отношении не является исключением. Хотя есть ряд особенностей, которые отличают ислам от других религий, прежде всего от мировых религий. Первое. Молодость. Ислам – самая молодая мировая религия. И второе. Динамизм. Третье. Агрессивность. В хорошем смысле слова. Которая проповедует расширение, что называется, вширь и глубь. Видимо, еще не доказала эта религия, что хотела доказать остальному, неисламскому миру. И, в первую очередь, самой себе. В исламе, так же, как и в христианстве, выделяются две наиболее крупных ветви. Это суниты. Сунизм, шиит и шиизм. Они, в свою очередь, подразделяются на ряд внутривидовых категорий. По алфавиту я перечисляю. Алавиты. Вот они сегодня господствуют в Сирии. Алевиты, ваххабиты, Саудовская Аравия, гулот, зейдиты, исмаилиты, Емени, в частности, мюриды, суфиты, хариджиты и так далее. Суд различий сводится не к оспариванию символов веры, о чем я говорил. Тут они все более мы не однородны, а к вопросам правоприменения догм ислама. Вот здесь приходится искать различные, если можно так сказать, моменты. Ну вот, несколько моментов, которые мне бы хотелось сказать, связаны с тенденциями в исламе. Первая тенденция, которая началась после Великой Отечественной войны или Мировой войны, Второй мировой войны, это политизация ислама. Вот, возник политический ислам. Самая распространенная форма – пан-исламизм, пан-тюркизм и другие. Вторая тенденция – это появился исламский терроризм. Главная причина – спасти исламские традиции в борьбе с вестернизацией восточно-исламской цивилизации. Наиболее известные террористические организации – Аль-Каида, Талибан, братья-мусульмане, Хамас, Хизбалла. Ну, свыше трех десятков, а на самом деле несколько тысяч этих организаций. А в России – это Джамаат, Шариат, Северный Кавказ, Кавказский Эмират, Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, Джамаат, Булгар в Татарстане и другие. У нас немного, но есть. Общее число жителей восточно-исламской цивилизации легче насчитать, чем в других цивилизациях. Это около 14,5% мирового показателя. На 2015 год – 15,6%. Воловой внутренний продукт около 9% от мирового. Существует больше трех десятков стран, где мусульмане проживают в подавляющем большинстве. Образ жизни, так же как буддизм, индуизм, конфуцианство, христианство, иудаизм и другие религии, за столетия своего существования и развития, ислам сформулировал определенный образ жизни мусульманина. Разумеется, этот образ жизни не догма, данная в исполнении, и не категорический императив. Тем не менее, в исламской цивилизации в большей степени, чем в других, сформировался так называемый гомо-исламикус, по аналогии с гомо-сапиенс. Назовем некоторые из этих общепризнанных черт. Личность. Перед каждым мусульманином ставится цель постоянного совершенствования во всем развитии духовных, травмственных, физических средств. Не курить, не пить, не играть в азартные игры, не употреблять алкоголь, тем более наркотики. К сожалению, все это повсеместно нарушается. Семья, как и в бывшей советской энциклобедии, это основная ячейка общества. Не энциклобедия, а цивилизации. Так и должно быть в любом здоровом обществе. Муж и жена – главные персоналии семьи. Никаких внебрачных связей. Воспитание детей – обязанность обоих супругов. Развод допускается как крайняя мера выхода из тупика. Не все европейцы знают, что Коран рекомендует мужчинам иметь всего лишь одну жену. Но допускается многоженство, не более четырех жен. Не как правило, а как исключение из правил. При бездетности, старении и так далее. Устанавливаются обязанности мужа уделять каждой жене равное внимание и любовь, не выделять какую-нибудь из них, обеспечивать и не оставлять на произвол судьбы при разводе. Мораль – огромный набор нравственных норм, пожалуй, даже побольше, чем в кодексе христианского коммунизма. Вежливость, корректность и другие правила ведения беседы и спора. Или по-арабски адаб аль-хадис. Изгнание злобы, зависти. Саламат ас-садр. Сила нравственная и физическая. Аль-кува. Терпимость и умение прощать. Аль-хильм ас-сафр. Скромность. Аль-хайя. Достоинство и самоуважение. Аль-иза. Поиск мудрости и знаний. Аль-ильхм. Желание посвятить все свое время и свою жизнь добрым делам. Аль-хирс. Аля-аль-вакт. Щедрость. Аль-джуд. Валь-карам. Да простите мне произношение, но не могу не воспользоваться случаем и не напомнить всем нам мудрость Корана, мудрость Ислама. Слабость, с моей точки зрения, самая, если так можно выразиться, слабость, положение женщины. Вот если в ближайшее, скажем, столетие ислам не решит проблему женщины, его могут ждать очень серьезные проблемы и трудности. Ведь поймите, друзья мои, дехристианизация в западнохристианской цивилизации началась именно с эмансипации женщины. Так как она, эта эмансипация, была осуществлена в Англии, затем в США, во Франции, в Германии, лучше бы она не осуществлялась. Еще раз я хочу, не хочу никого обидеть. Но нельзя женщины постоянно сравнивать себя с мужчиной. Именно в этом основной корень эмансипации. Я когда вижу, когда женщина поднимает штангу, у меня волосы дыбом встают. Я вижу, когда женщина борется борьбой за нее. Это ужасно. Женщина, играющая в футбол, вообще контактный спорт для женщины противопоказан с точки зрения физиологических особенностей строения ее организма. Но это мое уже, как говорится, личное мнение. Вы можете с ним не соглашаться. Я люблю вас и уважаю, мои телезрители. Поэтому давайте обратимся вместе к ценностям и смыслам, к мудрости исламской, восточно-исламской цивилизации, к положениям и принципам жизни, записанным в Коране. Благодарю вас за внимание. До свидания. Продолжение следует...